Поскольку мы выполнили первый расчет, внутренние силы, деформации и опорные реакции изображаются в таблицах и графически на модели. Давайте начнем с графического изображения результатов. Результаты изображаются на модели в цвете, что позволяет легко увидеть, например, деформацию стержней и опорные реакции. Слева в навигаторе, мы можем выбрать тип расчета из списка, и доступные результаты будут выведены в виде древовидной структуры. Здесь мы можем щелкнуть по желаемому результату, чтобы просмотреть его в рабочем окне. Кроме перемещений, мы имеем доступ к внутренним силам, напряжениям, деформациям и опорным реакциям. В нижней части навигатора мы можем настроить тип изображения. Например, мы можем изобразить единицы измерения. Кроме графического вывода, доступны также таблицы результатов. Мы можем просто выбрать их с помощью списка, как показано здесь. В первой таблице результатов представлен краткий обзор, включающий баланс сил в системе и максимальную деформацию. Кроме того, здесь изображается информация о процессе расчета. Таблицы результатов можно фильтровать по определенным критериям, таким как экстремальные значения или расчетные места. Категория результатов таблицы «Обзор» предлагает сводку расчета. В строке «Заголовка таблицы» можно переключаться между результатами загружений и сочетаний. Чтобы найти другие категории результатов, разверните список или воспользуйтесь стрелками. Численные узловые результаты можно найти в категории «Таблицы» «Результаты по узлам». При наличии узловых опор, их можно найти также здесь, в соответствующей вкладке. В категории «Результаты по стержням» представлен обзор численных результатов по стержням. Вы можете в любой момент просмотреть типы результатов с помощью вкладок в нижней части таблиц. В таблицах результатов в цветовом режиме изображаются все положительные и отрицательные внутренние силы, а также их отношение к экстремальным значениям. В графике изображены положительные или отрицательные внутренние силы, тоже разными цветами. При необходимости, пользователь может цвета легко изменить. Одним из полезных инструментов в данном случае является взаимодействие между таблицами и рабочим окном в режиме реального времени. Как только вы щелкните по элементу в графике, таблица перейдет к результатам для данного элемента и наоборот. Стрелка указывает место «Х» на элементе. Это обеспечивает эффективный способ работы. При необходимости, этот инструмент можно отключить с помощью кнопок. В дополнение к таблицам и навигатору, программа RFM предоставляет возможность просмотра диаграмм результатов для выбранных стержней. Чтобы активировать эту функцию, выберите необходимые стержни и нажмите кнопку «Диаграмма результатов для выбранных стержней». Мы сразу видим, что структура нового диалогового окна основана на пользовательском интерфейсе RFM. Сверху находится строка меню, непосредственно под панелью инструментов слева находится навигатор, а в центре – графика. Как обычно, с помощью списков можно выбрать тип расчета, категорию результатов и сочетание нагрузок. Мы выбираем необходимые результаты в навигаторе слева, чтобы изобразить их на графике. Диаграммы результатов выбранных стержней изображаются графически в центре и в таблицах справа. Вы можете использовать мышь или текстовое поле в правом верхнем углу для анализа конкретного места. Мы получили обзор результатов RFM. В следующих видео мы узнаем, как их экспортировать и включить в протокол результатов. Но перед этим еще посмотрим на расчеты. До скорой встречи!